обработан заказ присланный сергеем который я получил вчера вместе с заказом александра естественно все в графике как и планировалось так и естественно получилось 4 бритвы я сегодня обработал сейчас буквально незамедлительно они будут отправляться в обратный путь но при обработке этого заказа я в очередной раз столкнулся с неким фактором которым я хочу поделиться отдельно и вот этот уголок юного техника я бы хотела заглавить как обработка области пятки с двойным заковом на бритвах с полной выборкой имеется ввиду решение у которых достаточно эластичные вот эти самые тонкие части лепестков к чему это может привести и что с этим можно придумать в составе группы прибыла бритва немецкого производства цвилинг от хенкельса 70 номер указывают они половинную выборку но здесь безусловно выборка полная в общем-то в чем нюанс вот изначально вот это закругление но больше и достаточно более крутой имеет угол кривизны и в момент вытачивания особенно на начальных на самых грубых камнях вот в этом месте вот так вот я когда сейчас попытаюсь поближе вот в этом месте поскольку вот это плечо но имеет уже толщину приличную а вот здесь толщина вот этот переход от более плотной части металла более тонкой вот здесь бритва испытывает сверх нагрузку за счет чего в минимальном объеме полотно прогибается и вы когда протачиваете получается здесь вот такая как микро рекурва и вот здесь на пике вот этого перехода режущей кромки в плечо жесткости происходит такая как небольшой пригорочек получается как пик такой с одной стороны естественно особо страшного нет ничего но с другой стороны этот пик чисто теоретически он может вызвать опять же таки чисто теоретически может вызвать микро порез или раздражение при работе в общем-то с пятки но бывает же такой не только всегда с носка вы наступаете атакуете будем так говорить бывает такое еще и с пятки у меня допустим сто процентов пятка идет вперед когда я обрабатываю уже проход против роста особенно вот над кадыком у меня получается так что бритва идет вот таким вот образом если направление туда то она идет вот так одним словом как вот этого момента можно избежать я часто и устая вот для примера сейчас покажу свою рабочую бритву вот в данном случае здесь полотно больше шире имеется ввиду она не такое здесь по выборке полная будем так говорить если удастся сфокусироваться ну наверное удастся и и и все равно вот что мы наблюдаем вот этот переход и вот это крошечное крошечное такое искривление то есть вот этот верхняя мертвая точка она выше чем все остальное чем остальная плоскость режущей кромки решение абсолютно банально и в то же время точно также абсолютно эффективно до заточки в аккуратненько м режиме вот это скругление мы дополнительно обрабатываем очень хорошо для этого подходят допустим алмазные пластины вот так подсносим в минимальном объеме для того чтобы верхняя мертвая точка была за гранью вот этого плеча приблизительно там миллиметра на 3 что это дает в результате проточиться пятка от самого от самого начала вот от этого места вот этой микро рекурвы уже не будет и очень 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 будет правильная геометрия вот таким вот образом проверяем самая пятка подняли ну она очень сильно облегчает задачу на самом деле очень сильно потому что существует решение у которых лепестки гипергибкие если так можно выразиться бывает такое производители вот этот нюанс закладывают и они изначально создают решение у которых верхняя мертвая точка до вот этого до искривления на плече жесткости она изначально уходит дальше чем вот это мы будем так говорить вот этот ограничитель то есть в ту сторону вот таким вот образом но не всегда это бывает а протачивать нужно естественно всю плоскость режущей кромки хенкельс номер один ракета завода стальных изделий города москва образца 1965 года красивая фасочка получилась когда фаска равновеликая по ширине во всю длину это говорит о том что слесарная обработка не вызывает никаких нареканий номер два если мне не изменяет память николай указывал тот факт что именно вот эта модель любительская это серия крайне редко встречаемая это еще из старых вот в данном случае это 56 год в работе очень приличная штука опять же таки со слов николая но у него опыта в таких вещах наверное больше чем у всех остальных поэтому ему можно верить безоговорочно ну кстати сказать заточилась очень хорошо легко просто в обратную сторону это у нас номер 3 замыкает четверку представительница завода трудвача модель яхта образца 1955 года необходимо отметить что была допущена вода в район осевого поэтому настолько насколько это возможно я вот это все вот эту оксидацию из этого места попытался счистить но есть нюанс вот эта оправа она далеко не самого лучшего качества она во первых хрупкая во вторых при попадании на нее абразивного кружка даже несмотря на то что круги у меня сверх мягкие ювелирные полировальные такие насадочки на дремель все равно очень легко можно повредить материал оправы по нормальным делам конечно это надо все разбирать но исходя из того же что оправа хрупкая лишний раз разбирать собирать ее удовольствие не очень великое поэтому гораздо проще за этим следить чтобы вода туда не попадала и еще один момент который заставил обратить на себя внимание это очень сильный завал режущей кромки причем вот с этой стороны она такая была прям вообще завалена завалена и уточили с изолентой я не знаю во сколько слоев что-то мне подсказывает что больше чем в два постарался все это дело вернуть в нормальное рабочее русло и вроде бы как бы все у нас получилось хотя в общем то что тут плевать это все дает оценить оптический контроль никогда не пренебрегайте оптическим контролем в деле заточки это наверное самое самое важное что можно себе только представить потому что ногтевые тесты и прочие тесты вне оптического контроля они есть такое исключительно субъективное заключение что они не всегда дают картину полную в оптику видно все и всегда в общем то по этим позициям все если сегодня успею до тренировки у меня там еще прибыли приинтересные бритвы из франции если успею заточу и сниму по ним дополнительный репортаж а завтра все как максиму николаевичу объяснял обещал максим николаевич пламенный салют начну обрабатывать его группу которую он прислал но поскольку у нас все в графике и я и спрашивал у него разрешение подготовить вперед его заказа два заказа который прислал александр и сергей в общем то все все как обещал все сделал поэтому завтра с самого утра новая заточная смена а точнее сказать первым этапом восстановительное подозреваешь там большинство нам надо будет разбирать дабы хорошо и качественно почистить а потом уже будем затачивать но это дела недалекого будущего а пока всем удачного дня всего самого наилучшего и до скорых встреч в эфире пока